Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Умер родственник, осталась целая коробка икон. Храмы не принимают. Куда можно это деть? Если вы приносите коробку икон в храм Христа Спасителя или в какой-нибудь кафедральный собор вашего города, то, естественно, там принимать не будут. В общем-то, ехать надо в какой-нибудь храм на окраине, и можно предварительно позвонить и спросить, берут ли они на сажение коробку икон или не берут. Если скажут, хорошо, привозите, у нас церковная печь есть или какой-нибудь участочек возле храма, где мы все это сжигаем, то приедьте и отдайте. А бывает так, что икона остается после наших умерших родных в очень хорошем состоянии. И, допустим, в нашем храме есть специальный уголочек, где неимущие люди могут взять себе эти иконы и разбирают как горячие пирожки, если честно. Хорошие церковные книги, хорошие иконы. Бывают иконы еще древние, но их почему-то не приносят. Передают по семье как реликвию. Поэтому тоже смотрите, как бы невзначай не отдайте икону, которая имеет большую духовную ценность для вашей семьи. Вот такая история, вполне себе легко решаемая. Если вы живете в такой области, где храма, где примут такие иконы, и вообще старые церковные календари, веточки вербы, или заплесневевшие просворки, которые, наверное, есть в каждой семье, то едьте на дачу, едьте на огород свой и сжигайте все это там, полейте разжигательной жидкостью. И все аккуратненько сожгите. Для растопки можно взять какие-то старые любые газеты. Нет никакого греха, чтобы зажечь то, что вам не надо. В том числе иконы или старые церковные календари и газеты. Вот, все просто. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.